здравствуйте уважаемый зритель моего канала сегодня будет очень много важных вопросов и ответов моих на них пояснения разъяснений будет разбор и разных глупостей будут очень важные советы для жизни здоровья еще дорогие друзья многие вопросы которые сейчас я буду зачитывать они поднимают ну письма да скажем так не один вопрос а много вопросов очень много вопросов важных для каждого человека понимает он то или нет и это не только нюансы питания совершенно нет вот в этом видео как раз о питании мало будет тем а вот будут более даже важные темы смотрите это видео целиком и пожалуйста пересылайте его потом друзьям знакомым близким ведь это жизненно важные темы для каждого из нас ну в общем поехали не теряем время лидия митр пишет юрий андреевич пишу первый раз и осмотрю слушаю ваши лекции уже два года пересылаю родным друзьям знакомым ваши видео уважаю вас восхищаюсь вами но это извините что зачитываю просто целиком самому неудобно я благодарю вас сразу скажу за такую высокую оценку но идем дальше вашей работоспособности образованностью активной гражданской позиции вашим социально значимым социально необходимым делом всей жизни не поднимается язык назвать это бизнесом абсолютно верно кстати вот тут коснулся человек очень важный вопрос дорогие товарищи все не понимаете о чем речь идет посмотрите вот это мое видео про то а что сделано было за один год на земле что возможно сделать если средства которые бы богатые люди скажем так вкладывали в землю не ожидая прибыли а просто по совести как долг отдать родине что называется а не жить паразитом на теле земли то посмотрите что можно сделать за год идем дальше да но эта женщина видимо знает про что речь вот это тоже видел а поднять хочу совсем не профильный вопрос а бытовой химии меня ужасают масштабы ее использование дома в школах больницах на улицах очень важный вопрос женщина поднимает понимаете миллионы тонн вы представьте сколько существует заводов сколько миллионов людей во всем мире я думаю десятки миллионов занимаются этим ужасом убивают планету убивают людей животных воду воздух все и было бы это жизненно необходимо людям а ведь это не нужно вообще не нужно но посудите сами моющая бытовая химия для тарелок всякие посуды до горчица и сода ну хозяйственное мыло либо аналоги но есть варианты ну зачем это смывать можно это прекрасные удобрения то есть это польза не вред природе что люди себя наносят косметику особенно женщины все 100 тюбиков если не больше у каждой стоит дома что же это такое это для кожи вред старение быстрее а не наоборот это все дешевый обман все эти макияжи помады по большому счету для жизни это вообще не ну ну не нужно вообще это все эти кондиционеры черт знает что после ванны ё-моё натуральное мыло мы кстати его производим у кто-то хочет сам может сделать кто-то купить кому лень или нет возможности или желание ведь есть такие люди есть мы производим мыло где даже основы основы мы не покупаем как это делают те знаете вот бутики там мыло ручной работы основу то они покупают где глицерин и прочее а мы сами делаем 13 12 15 видов масел идет на каждый вид мыло нашего это мыло есть можно кстати если что-то нельзя съесть это нельзя наносить на кожу помните об этом понимается люди сейчас с ума сходят но это правильно и так должно быть в рот нельзя ничему класть того чего нельзя проглотить то есть зубные пасты например кстати зубная паста вы понимаете что ну ладно втор знают вредно да все берут а там лауреал сульфат реклозан что будет синдром дырявого кишечника как минимум и других куча проблем поэтому что я советую у меня было видео про зубы я там говорил как пасту самому делать поэтому никто не имеет права меня обвинить а есть и такие мерзавцы находятся хотя никаких оснований прав у них на это нет так вот обвинить в том что я хочу лишь бы продать я же говорю пожалуйста можно самим сделать я даже видео снял много времени на это потратил рецепт как сделать прекрасную зубную пасту а можете ну кто не хочет делать сам купить натуральную у нас от одной маленькой индийской семейной фирмы без химии но еще лучше зубной порошок вот мы его производим знаете чего заодно поддержать индустрию леноводства которую почти в нашей стране уничтожили враги народа вы посмотрите вот это кстати видео про лен и коноплю как основу экономики вообще страны что это дороже золото и нефти на самом деле что было сотворено у нас за последние 30 лет на эту тему да так вот мы по чуть-чуть поддерживаем эту отрасль и вы можете поддержать например покупая сделав и себе пользу для здоровья детям своим и для страны пользу принести то есть вот на при покупать именно этот порошок зубной который состоит из размолотых до наночастиц центральных стержней льна волокон пожалуйста я например лично пользуюсь и зубочищу только этим порошком кстати его например ну говоря экологичности можно вот всю банку прям проглотить ну запив водой пишет так порошок это невозможно но это же сорбент великолепный просто жалко другой вопрос но нельзя то в рот класть или чистить чем-то рот и на кожу наносить что нельзя съесть понимаете ну это это истина это не мнение какое-то это не вера это жизнь нельзя у человека до запас прочности большой но каждое неправильное действие снижает жизнь убивает здоровье постепенно а таких факторов сейчас много поэтому постепенно человек и быстрее стареет чем мог бы и болезни берут свое так вот учитывайте все эти факторы мои видео для этого кладезь информации вот люди честные порядочные понимая это вот и рассуждают как эта женщина то что она порядочный нормальный человек рассудительный разумный логичный потому что то что она говорит в этом есть смысл логика здравый смысл вот почему они потому что она меня хвалит ведь можно за что-то и ругать но а за что хвалить за объективные вещи какие-то вот она объективные рассуждает не так ли а те кто хают злятся они отчего злятся они либо завидуют либо просто подлецы по жизни когда все им плохо когда вокруг что-то хорошее есть вот лучше бы чего-то созидали чем разрушать но сейчас очень много тех паразитов которые разрушают они созидают особенно они не любят людей которые что-то созидают не так ли прав я или нет напишите под видео я думаю прав да и скажу конечно что приобрести все о чем я говорю вот сейчас говорил буду говорить в той или иной связи можно на нашем сайте надgaard.ru поддержав заботу об окружающей среде и о человеке поддержать тем самым ноу сферу про который вернадский говорил давно на нашем сайте вы можете все это приобрести надgaard.ru ссылка будет в описании под этим видео о чем я говорю о зубной пасте о мыле уникальном разном и о чем-то еще все будет под этим видео но в любом случае на наш сайт заходите смотрите ищите пожалуйста приобретайте и в любой город россии и любую страну мира мы отсылаем наши товары ваши заказы соответственно если вы находитесь за границей в германии в сша неважно где просто пока поверьте на слово оплатить вот вы думаете в россию сейчас нет платежных систем из многих стран ерунда мы нашли вариант как это сделать вы просто оплатите нашему человеку в евросоюзе то есть и спокойно из германии в другую страну там евросоюза легко оплатите любой платежной системы мы это учитываем заказ вам отсылаем а пока почта россии в вашей конкретной стране работает а вы это можете легко узнать то заказы вам легко придут и гарантированно все идем дальше итак о бытовой химии меня ужасают масштабы использования дома в школах больницах на улице уверена что это еще один способ уменьшения населения планет безусловно сто процентов у нас скоро родники будут пениться от всякой химии да у меня было видео как уже в горах швейцарии или в альпийских вот этих источниках уже антибиотики и так сказать прочая химия да и было про мировой океан про пластик вот тоже оставлю ссылку под видео юрий андреевич поднимите пожалуйста эту проблему на своих ресурсах да обязательно сделаю отдельное видео про то что мы используем то чего вообще нельзя неразумно неправильно не надо использовать в быту совершенно правильно совершенно у вас получится да у меня получится достучаться до многих людей я умею находить эти слова правильно создать образы ну это действительно так надо выходить на правительство госдуму надо надо это тоже ну и кое-что в этом делается поверьте но это нужно усилить да ведь все на свете отмывается отстирывается чистится четырьмя вещами вот пишет женщина про горчицы пищевой соды уксусом кальцинированной советской соды ну кустической содой да там например абсолютно верно и стоит это в общем-то недорого тут не нужна химически чистая сода для этого которые для приема внутрь жизненно важно а уже у нас нет поверьте той 70-х годов гостон ее не производят так вот а для мытья обычная дешевая сода вот эта хими полу химическая вполне подойдет абсолютно подойдет да абсолютно верно вот и все стоит все это копейки правильно и совершенно безопасно правильно для человека для природы для условно там стиральных тех же машин для бытовой техники для почвы воды что еще важнее правда а бытовая химия используется бесконтрольно уборщики льют ее в страшных дозах абсолютно так это чей-то бизнес и борьба будет нелегкой а вот знаете я вот пример приведу еще так вот например бензопилы но у меня кстати электрические в хозяйстве есть то есть вот там фирмы штиль но сейчас есть и других фирм когда мощные литий-ионные батареи и она электрическая мощные достаточно все так вот ну как электрошуруповерты скажем да так вот а есть масло неважно для бензопил электрических пил там цепных пил есть масло оно обязательно должно в цепь идти ну чтобы смазка была да так вот оно сделано на основе нефти и конечно в почву когда это на участке попадает это плохо знаете какое есть био она даже магазинах продается из масел определенных растений то есть вот понимаете вот стоит оно не в 10 раз дороже но может быть надо в два раза но на общем так сказать кошельки использования от не сильно сказывается может быть даже на 50 процентов всего это дороже я сейчас не помню покупайте вот пожалуйста такой вариант это все можно и нужно использовать это не так сложно понимаете просто очнулся надо от этого и химию не покупать но не нужна она абсолютно вообще знаете для жизни нет много чего нужно но это многое становится малым когда человек действительно уберет из своей жизни то что реально не нужно причем он не будет жить в каких-то пещерных условиях как некоторые не глупые люди сразу начнут тут зашниужели химия и так сказать пещерная жизнь это у них одно и то же нет конечно дорогие друзья маленькое объявление на несколько секунд я прошу вас после завершения просмотра этого видео посмотреть вот это видео про одного подонка мошенника из дагестана вы должны это знать знать его в лицо и помочь мне как и всем честным людям обезопасить себя и других от этого мерзавца так вот можно и нужно использовать холодильники и стиральные машины посудомоечные пожалуйста только максимально качественно и максимально бережно относиться чтобы они дольше прослужили не только для экономии денег своих но и для экономии того чтобы это на свалки не попадала попадала как можно реже понимаете ремонтировать они выкидывать это тоже очень важный момент раньше в советском союзе пакетики стирали не потому что денег не было были деньги то у всех купить не все можно было так основное можно был но А экономили, потому что бережно привыкли относиться к вещам, потому что знали им цену, а главное, цену труду человеческому. Вот что главное. И это бы нам надо сейчас восстановить, перенять, понимаете, вспомнить то, что было, и это правильно было. А бизнес? Так бизнес перестроить можно, даже те, кто этим занимаются. Ну, например, производят пакеты полиэтиленовые, сделайте бизнес на разлагаемых пакетах. Объясняйте людям на вашем сайте, что это этический вопрос, это важнее денег. Это должно быть, вот понимаете, на уровне вашей жизни стоять вопрос, что вот так же важно и принципиально. Вы паразит или вы порядочный человек? Вот так вопросы надо ставить. Поэтому это все переделать, изменить и людей в том числе можно. Дальше пишет, но мы должны ее начать, вот эту вот борьбу под вашим руководством. Ну, я благодарю за такое высокое доверие, ну, не обязательно под моим или там под моим в том числе, или я включусь в какую-нибудь, так сказать, я бы с радостью в какую-то организацию, кто бы этим занялся. Конечно, я не могу заниматься всем, я и так с утра до ночи тружусь и столькими вещами параллельно занимаюсь. Это, вот поверьте, вы, даже мои зрители старые, всего не знаете еще. Я только буду еще некоторые проекты на свет божий, что называется, выводить, которые пока в таком закрытом варианте, по разным причинам, объективным. Но когда узнаете, вы удивитесь еще больше, как возможно. И так, мне говорят, успевать столько всего вы и представить не можете, что это только малая часть того, чем я и скольким я занимаюсь каждый день. Поэтому, да, ну, обязательно это дело, вот то, что сейчас вопрос, вот, Лидия подняла, это, пожалуй, один из главных вопросов на повестке дня перед всем человечеством сейчас стоит. Вы знаете, что должно быть стыдно Германии, Франции, России, само собой, всем странам, ну, скажем так, развитым, близким к развитым, особенно развитым. Потому что, например, Руанда, развивающаяся страна, да, экономика, сами понимаете, какая, да, ну, это не Германия, а Руанда, она запретила полностью химию, пластиковые пакеты, за это большие штрафы и даже тюремные сроки за природопользование рачительное, за органическое земледелие они родеют. И они добились за 3-4 года, а сейчас уже прошло больше после этих постановлений правительства. И это просто цветущий край в этом смысле. А как изменилось поведение людей? Ведь эти люди перестали мусорить вокруг себя, значит, и отношение к красоте изменилось, хотят благоустроить что-то, чтобы это было, вписывалось в природу, понимаете? Плохое порождает и усиливает плохое, а хорошее – хорошее. Так вот, ну и вот в завершении пишет Лидия, спасибо вам за труды, а я вас благодарю за это очень важное письмо. Ну, идём дальше. Вот моё видео, последнее, про лечение рака, вот это было. И вот Макс Брандмауэр. Надо же, кстати, Брандмауэр – это, знаете, что такое? Брандмаурные стены есть. Я не знаю, действительно это фамилия человека. А вообще, Брандмаурные стены – это такие противопожарные стены из камня, кирпича, из негорючих материалов, которые выходят за пределы кровли, выше неё делят здание на несколько частей, чтобы, так сказать, огонь в случае пожара по кровле не распространился на другую часть здания. Так, для справки, что называется экспромтно, да? Так вот, если ваша методика лучшая, подкалывает меня человек, ну, по онкологии, то почему Минздрав не берёт её на вооружение? Вы знаете, я не знаю, плакать, смеяться, злиться или что ещё? Как я должен на это реагировать? Дорогие друзья, помогите мне, вот, кто меня уважает, просто я не могу. Я не знаю, что… Мы дадим ссылку под видео, вот… Да вы зайдите сами на моё последнее видео, ссылку на него я дам, вот, про рак, онкологию, да? И этому человеку напишите. Вот давайте, чтобы не я не буду сейчас отвечать, а вы напишите ответ. Я не понимаю, где, на какой планете живёт этот человек. Я не буду сейчас рассказывать, что мне рассказывала, например, заведующая, ну, например, так скажем, самый крупный серьёзный онкоцентр у нас в стране, это одна из ведущих лабораторий в мире по производству новых препаратов от рака. Профессор-женщина. По её трудам уникальным защитили диссертации, стали профессорами многие уже врачи, учёные, вернее. Так вот, она, например, боится свои препараты на свет Божий выносить. Она боится, что её убьют. Вот в прямом смысле я с ней общался. Человек просто, вот этот человек, я не понимаю, вот… Слушайте, у меня нет слов, у меня просто нет… Напишите, я вас умоляю просто, напишите ему. Ну, сколько же людей дураков на свете? Ой, Господи, ладно, идём дальше. Валентина Романюк. Почему в Италии тоже вот началось, вот сколько людей глупых. Почему в Италии ужин с 20.00 до 22.00, он плотнее, чем обед. И с мясом, и со сладким, и живут они 90-105 лет. Я тоже вот поражаюсь, почему нужно отвечать на такие примитивные вещи, но мне придётся, знаю, что вот это гораздо поймёт меньше людей, придётся мне пояснить. Так, дорогие друзья, значит так, у меня выходило видео вот прям на днях про долгожители и алкоголь. Вот, казалось бы, почему я привожу такие примеры, с чем я сравниваю. Аналогия здесь абсолютно прямая. Если вы посмотрите это видео, то вы поймёте, что несмотря на то, что вера такая же, как у этой Валентины Романюк, у большинства людей в том заключается, что Кавказ, там все пили вино, пьют каждый день, а живут там, жили по крайней мере 120 лет, и никаких проблем. Когда начинаешь изучать этот вопрос? Не по вере, а по фактам. А есть, например, один исследователь, был исследователь, который создал труд и книгу, и написал, это грандиозный научный труд, он биолог сам. Аналогов этому труду в мире нет по исследованию долгожителей Абхазии. Так вот, когда анализировал, он общался, записывал непосредственно то, что сами эти долгожители о своей жизни говорили, то все они либо алкоголь не потребляли, либо беда в их семьях, потому что дети, внуки начинают пить и живут мало, мамы выглядят так же, как и дочери, ну скажем так, 110-115 лет, морщин мало, но выглядят максимум на 70 лет, когда вообще никогда в жизни женщина, например, не пила алкоголь, так же и мужчина. Почему? У меня, кстати, еще одно видео на эту тему будет, где я обосную вот эти нюансы, в том числе внешне, как человек выглядит. Но люди верят, что пьют. На самом же деле, даже где в Абхазии пьянка страшная, все эти застолья вечерние, вот те, кто доживали раньше, сейчас уже нет, те раньше, кто 95-90 лет и около того, 100 лет, они уже разбитыми стариками в 95-100 лет выглядят и чувствуют себя, и жалеют, что они пили. Некоторые, кто понимают, отчего у них такая беда и слабость. Но те люди, кто на контрасте, те старики, которые жили тогда, которые вообще не пили, они совершенно по-другому выглядели. Они в 110-120 лет были здоровыми людьми, работали и в поле, и в саду, и так далее, и так далее. Из леса дрова носили за плечами в этом возрасте. То есть совершенно другая физиология биохимии у них у таких людей была. То же самое и здесь. Люди говорят, вот итальянцы, послушайте, товарищи дорогие, те люди, которые жили 95-105 лет, вот они так не ели, они не ели на ночь, они не кутили на балах, как дворяне. Ну, условно, я так, к примеру, вот простой мужик жил 100-120 лет, как сами описывают те же послы при Иване Гровозном, Борисе Годунове, а это есть записи, сохранились, и Крамзин об этом писал, что простой русский мужик живет, ест простую пищу, живет по природе, по сути, просто, живет 100-120 лет, а при дворе бояре-дворяне пользуются иноземными лекарями, едят заморскую пищу приготовленную и болеют. Понимаете? Ну, там не такие выводы, как я сейчас это прям объяснил вам уже с выводами, как бы, с аналогиями, а просто там описана фактология. Ну, понятно это абсолютно, почему и как. Так вот, я вам то же самое скажу. Те в Италии, кто жил столько, и еще кто остался из последних тех людей, кому сейчас 95 или 100, то есть долгодоживатели, вот они так не ели. А если они так ели, то они бы прожили не 100 лет, а 120-130 лет, как жили люди, некоторые. Ну, например, Махмуд Ивазов, это доподлинно известно, то есть известно минута, не только день его рождения, но и минута. Почему? Посмотрите мое видео про Махмуда Ивазова, ну, к примеру, да, вот он основал там деревню одну, это тоже известно, все, кто родились, даже было кому 90-100 лет, помнят его стариком, потому что он жил там изначально, основал деревню, ну, то есть это истина, ну, абсолютная. Сколько он прожил? Он прожил 152 года. А коли это абсолютно истина, то, соответственно, люди жить столько могут. Так вот, тот, кто прожил 100 лет, пил, курил, или, скажем, по аналогии, или, например, плотный ужин с мясом на ночь, все, это человек прожил бы 150 лет, а прожил 100. Умирает он, как правило, больным человеком, руки трясутся, еле ходит, еле говорит. А вот те люди, кто в 100-120, вот как вы, здоровые люди, может на коня скачать, верхом поехать раньше, и такие видеосъемки у меня есть не только в архивах, да, и в моих старых видео про долгожителей. Так вот, вот эти люди так не питались, поэтому вот не надо то, что вы хотите, и оправдать хотите свои порочные пристрастия, привычки, зависимости, переводить это в ранг истины и так далее. Не надо судить о вопросах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью. Понятно? Вот чему главное я учить должен вообще на самом деле, это мое призвание на самом деле, это вот нездоровье, вопрос и прочее о логике, разуму человеческому. Как надо рассуждать, мыслить. Не нужно никаких мнений. Мнений вообще быть не должно. Высказывать свои мнения, это пошлые, это тон плохого вкуса, скажем, и это даже пошлость, потому что нужно знать, что ты говоришь. Твои высказывания, любые, должны основываться на знаниях и на логике, на здравом смысле, а не на желаниях своих. Понятно? Идем дальше. Леонид Мантулин. Бессмертие дарует Бог. Это он вот из речения. И то это обретут максимум 5% людей. Вы на свою жизнь посмотрите честно. Что за бессмертие? А знаете, к чему это такой вопрос? Вот тоже о дуре человеческой. Вот у меня было такое видео про Амарант. Да? Ну, он же Ширицу, это близкая родственная культура, которая и на Руси спокон веку была, а не только в Латинской Америке. Вот. И у меня видео такое было с таким, да, названием ярким, интригующим. Так называется. Он дарует бессмертие. Еда номер один на Руси защищает от рака и старения. Его состав, как у грудного молока. Это видео набрало уже миллиона полтора просмотров. Оно в последнее время тоже переживает свое второе рождение. То есть, активные просмотры идут. И вы знаете, гигантское количество людей каждый день пишут вот эту ахинею. Пишут претензию мне. Что за бессмертие? Почему 300 лет? В самом начале я говорю, я не знаю, правда это или нет. То есть, то, что говорят, якобы Петр повелел. Указ был такой, якобы у него, что убивать там трехсотлетних старцев, чтобы они не могли передать знания, мудрость там, чтобы изменить вот все, что он там от бороды резал до там перевод на иноземные леточисления. И вообще все-все-все, окно в Европу. И положительные, и отрицательные моменты, которые он делал. Ну так вот, это насчет вот трехсотлетних я не... Я с самого начала сказал, прямо голосом, буквально на первых минутах. Но люди про это постоянно пишут. Вывод очень прост. Они даже не смотрели видео. Потому что, посмотрев, ни один вменяемый человек эту претензию бы, как и то, что написал этот человек, не смог бы. Я там не говорил о бессмертии. А дарует бессмертие, это понимаете? Ну это ясно, что образные. Ну это же очевидные вещи, что никто вечно не живет, да? Но они-то даже не смотрели. Ну как можно судить, не глядя, а? Ну хоть бы посмотрели. Что я делаю с такими людьми? Ну баню, потому что идиотов я не хочу, чтобы у меня на канале были. То есть я их просто баню. Вот я решил это вот скопировать, чисто чтобы показать. А иногда в редчайших случаях я не баню, а просто пишу. Вы посмотрите видео, а не пишите чушь, протестуя название. Да, и все. Дальше идем. Татьяна Менвинская пишет. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Как вы относитесь к кастрации животных? Слушайте, никогда действительно на этот вопрос не отвечал. Очень важный ведь вопрос на самом деле. Пишет дальше женщина. До конца дочитаю и отвечу. Для меня это очень важно, я сама против. Но. Возможно, мне просто не хватает знаний. А вам я всецело доверяю. Благодарю за доверие. Читаю дальше. В свое время одна организация, любители животных, забрала у меня собачку, которая полгода прожила в нашей семье. За то, что я не выполняла условия договора. Кастрацию. Странно. Может, за границей человек живет? Ну, ладно. Может, я не права? Скажите, что вы думаете на эту тему? Ну, что ж, скажу так. Тема такая. Вот давайте рассуждать. С одной стороны, кастрация это плохо, потому что, да, мы лишаем животной возможности естественной жизни, и в том числе часть жизни размножения. Это, с одной стороны, так. С другой стороны, человек натворил много бед и несчастье принес животным. И, в частности, вот две категории, самые распространенные кошки и собаки, да, согласитесь, выкидывают на улицу бездомных, сколько миллионов, везде бродят собак и кошек. Что делать? Ведь они размножаются, да? Эти маленькие котята и щенки, их большинство обречено на смерть. Порой может быть мучительную. Убивать животных этих негуманно. Что делать? И тут кастрация – это разумный, необходимый выбор. Вот, к примеру, у нас, ну, я проживаю в Пушкинских горах, около, там, у меня хозяйство, да, хотя коренной москвич, но переехал. Опять-таки, вот, мое видео, зачем я переехал из Москвы и создал это хозяйство, можете посмотреть, ссылку оставлю. Суть в чем? Значит, я даю периодические деньги вот ребятам, там, такая, ну, как организация, ну, можно сказать, организация. Они тоже кастрируют, там, есть дед врач, это делают качественно, с наркозом, со всеми гигиеной, так сказать, да, потом животных держат, потом, когда они, уже, если они, они уличные выпускают, но у них еще питомник есть. Ну, чтобы максимальное количество этих животных, хорошие руки отдать, бесплатно. Я помогаю этому питомнику, и там, материально, деньгами, и какими-то он, доски нужно было, прочее, там, и так далее. Вот, и мы также помогаем, вот, бездомных кошек, собак, ну, кошек в основном, там, у нас, кастрировать, то есть, к ветеринарам возить. Вот у меня в этом году опять одну, оказывается, кошку, которая у меня в хозяйстве прибилась, из уличных таких, ну, полудиких, не кастрировали, оказывается, одну. В том году нескольких. И что получилось? Она принесла шесть котят. Моего соседа, скажем так, две кошки, одна пять, другая шесть. Что делать с ними? Конечно, пристраивать сейчас будем, а котята дикие, сложно. С ними надо работать, учить, играть, потому что они не приучены к человеку. И что нужно? Нужно кастрировать, чтобы потом опять не было. Куда девать? Конечно, нужно. Ну, это необходимость. Но это делать нужно вот так, чтобы этическая сторона соблюдалась, чтобы людям хлопот не добавлять. Ну, и кошки не мучились, и собаки те же, понимаете? И чтобы в этот мир не нести своими действиями или бездействием дополнительные страдания. То есть, часть котят, вы понимаете, щенят погибают, да? По многим причинам. Или вот был маленький котенок, ходил где-то там по городу, моего сотрудник мой привез его, там, откармливали, выпаивали, там, лишаили, чили, понимаете, да? Сейчас она взяла, он у него принесла, там, пять или шесть котят. Ну, и что делать? Ну, вот сейчас будем опять, кому хорошие руки, там, естественно, кастрировать надо. Понимаете, какая штука? Вот я ответил, я думаю, на ваш вопрос. Вот так. Ну, и последнее. Коуч Алмик, что-то там Ти, ну, по-английски непонятно. Смешнее всего то, что одноклассники мрут... А, у меня было видео, вот тоже из рубрики «Ответы на вопросы». А называется, название его такое. Мрут одноклассники, человек должен есть мясо, сколько на роду написано. У них мнение, говорящая дамочка. Такое название. Кстати, очень советую посмотреть, ссылку тоже оставлю. Так вот, человек пишет. Смешнее всего то, что одноклассники мрут, при этом ржа над зожниками и пропагандируя мясо. Ну, то есть протесты у них такие, они ржут, а потом хе-хе-хе. И потом мордой в салат, и лет в 30-40 просто умирают, мягко говоря. И человек дальше пишет «Ржут и мрут». Да, да, казалось бы, вроде цинично. Нет, это они цинично поступают и глупо. Ну, совершенно верно. Совершенно верно. А почему? Потому что люди, многие люди, а это удел глупых людей, они руководствуются не разумом в жизни, а хотелками своими. И глупыми верованиями, основанными на самоуспокоении ложном. То есть, когда они не рассуждают, а просто берут шаблон какой-то, принятый в их среде, что, мол, все ерунда, от этого не зависит, ешь, что хочешь, там, и так, и тут и пиво, и все остальное быдло. И они и подыхают. Ну что, это естественный отбор. Казалось бы, кто-то скажет, не жалко. С одной стороны, да, с другой жалко. Потому что любой человек имеет право, ну, так сказать, вот, на правду, на изменение себя к лучшему. Я считаю гражданским своим долгом дать им эту информацию на путь истинный, направить. Ну, по крайней мере, чтобы человек задумался, мыслил, не верил огульно, а понимать начал, думать. Но многие не хотят, причем хамские не хотят. Им проще ахаять, измазать грязью все вокруг себя, чем возвыситься над собой нынешним, над своими пристрастиями, привычками, пагубными. Но нет. Жалко ли таких людей? Пожалуй, нет. Потому что им шансы неоднократно судьба давала. Но они не воспользовались, и потому они умирают 30-40 лет, потому что, как говорится, можно крест ставить на человеке. Ну, то есть, когда все бесполезно, человек не вменяем, человек оскотинивается, человек уже вот, именно что, таким тоном уже ржет, как, знаете, как даже не скотина, это какой-то демонический. Вот такие, которые, особенно кто бухает еще, при этом там курят, пьют все подряд. Я, какие темы мне, ха-ха-ха, там. Ну, все. Вот таких, да, таких не жалко. Да, и тему важную, человек поднял. Все правильно, все правильно. Не просто умирают, мрут, но многие люди пишут, тут моих одноклассников половины нет. Кто-то пишет, все живы. А кто-то пишет, у меня половины класса уже нет. Там еще тема наркомании, это вообще отдельная тема. Ну, имеется вот эти все нелегальные наркотики. Потому что алкоголь, табак, это легальные наркотики, ну, это тоже такие же наркотики, как героин, кокаин там. А есть нелегальные. Вот нелегальные, но это тоже большая беда. Миллионы людей подсажены в нашей стране, по всему миру сколько. В общем, это огромная проблема. Мир с ума сходит, понимаете, с ума сходит. Жил бы мир трудом, действительно, вот как воспитывали в лучших традициях, вот в 30-х, 40-х, 50-х годах человека. Ты, Господи, посмотришь, как люди жили, чему верили, во что верили, к чему стремились, как жили. Честно жили, стремились стать лучше, стремились вокруг себя создать пространство, улучшить, сделать его красивым. Понимали, что сила в единстве и в созидательных началах человеческих основ жизни. Вот это все, конечно, нам просто почти уничтожили. Это надо восстанавливать, иначе нет будущего ни у нашей страны, ни у человечества в целом. В завершение скажу, что можете верить, нет. Я говорю такую же истину сейчас, как и все остальное, что у человечества в целом только два пути. Или глобальная катастрофа, неважно по какой причине, и конец цивилизации. Либо это переход к коммунистическому обществу, из которого мы когда-то вышли изначально. А это был этап, когда сотни тысяч лет был первобытно общинный коммунистический строй, уклад жизни, естественный, от природы данный и формирующие поведенческие особенности, при которых, так сказать, люди могут только и могут выжить. Но имеется никогда в шкурах, не надо вот этого, не было такого. То есть, долгая история, не буду сейчас об этом. А просто, скажем, хотя многие не понимают, что такое коммунизм, и огульно начинают повторять то, что эти мерзавцы, Сванидзе и прочие сволочи себя десятилетиями забалковало мозги, которые ненавидят Россию, русский народ. И вообще бессовестные, бесчестные, совершенно непорядочные, подлые, низкие люди. Если вообще их людьми можно назвать, это не люди, это выродки. Единственный человеческий, человечный строй общества, это коммунистический строй общества. Это единственная альтернатива для разумной и вообще для жизни человека в будущем. Или это, или просто не будет человечества. Это истинно, абсолютно, стопроцентно, все. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Есть еще очень много интересных вопросов. Причем, видите как, один вопрос поднимает какие-то темы, иногда много тем. Обсудим дальше, пишите то, что вы думаете на эту тему, задавайте свои вопросы. Увидимся в новых видео из рубрики «Ответы на вопросы». Всего вам хорошего.